Мужчина! Ваш билет! Это русский уперед! Мы же не можем брать на работу человека без педагогического образования, да и вообще без какого-либо знания предмета. Роза Борисовна, я с удовольствием ознакомлюсь с этим предметом. Ну что, видишь того географа? А то, ну и какого! Я вам думал! О, привет! Это я, твой пупчик. Я вообще по природе своей вольно обращаюсь с литературой. Это третья гарнизация. Был еще Лимонов, был Пьецух. Я надеюсь, что я не испортил их книги. Но построчная экранизация мне не очень нравится. Я не люблю построчную экранизацию. У меня случилось так, что я эту книгу... Единственная книга, которую я не читал у Иванова. Ну, мне позвонил Валера Тодоровский, который сам собирался сначала делать этот фильм. И читал географа? Я говорю, ты знаешь? Я говорю, нет. Прочитай и скажи, ты хотел бы делать? Я говорю, а как это ты? Он говорит, а я что-то перегорел. Если хочешь, то мы тебя запускаем сходу. Я тут же пошел, купил книжку. И вечером позвонил Валерий, сказал, да, конечно, это надо делать. Я сразу понял, что надо отойти от точности следования сюжета, если можно сказать, что это сюжет. Потому что в смысле драматургии кинематографической, конечно, там все распадается. Там есть прекрасный литературный ход, когда, начиная с третьей части, с похода, вдруг Алексей Иванов переходит, значит, от первого лица начинает писать. Две трети книги идет он, он, Слушкин, а тут вдруг я, я, я. Очень взволновал такой ход, я даже пытался его перетащить на экран и написал какие-то монологи закадровые для Константина. Но, когда мы их озвучили и поставили их картину, я понял, они не нужны. Ученые разработали немало глобальных прогнозов развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу. В них прослеживаются два принципиально разных подхода. Можно помедленнее? Можно помедленнее. Которые можно назвать пессимистическим и оптимистическим. Опа! Король? Не рвите, Виктор Сергеевич, я эту колоду две недели кропил. Гадный градус! Свяма, тебе больше ничего не должно быть. Своих бы уж не накалывал, только мухлевать и можешь. Я и без мухлежа любого выиграю. Парняк вас с первого кона высажу. А если я тебя высажу, что мне за это будет? До конца года мы будем сидеть на географии как шелковые. Годится. Мне не казалось и в книге бесхребетным. Он был иногда противен мне. Это да. Но это не значит, что он был бесхребетным. Валера Тодоровский мне сказал в первые дни, когда мы начинали обсуждать эту книгу. Это такая форма стоицизма, наоборот, да, что я не участвую во всем этом, что вокруг меня происходит, во всей этой вакханалии. Я над этим смеюсь и я делаю вид. Алексей Иванов еще точнее сказал. Он сказал, Слушкин не умеет отвечать на подлость подлостью. Просто это не его природа. Его природа на подлость отвечать свинством. То есть напиваться. Эротично. У нас в деревне мальчик тоже плавал, плавал и утонул. Бивень, потому что... В классовом понимании слова «интеллигенция», которое нам, по крайней мере, в нашем поколении навязывали с самого детства. Почему ее Ленин называл «гнилой интеллигенцией» нас всех? Потому что, действительно, когда не хочешь участвовать в чем-то, ты пытаешься устраниться. И вот этот вопрос «как устраниться?» Один уходит, куда-то уезжает, кто-то эмигрирует, а кто-то вот живет так. Потому что любит то место, где он родился, и этих людей, которые рядом. Но существует как обломов. Не сделай зла. Это уже добро. И Слушкин относится тоже к этому типу людей. Своей бездеятельности он делает много достаточно. Никогда не ропщет, он никого не судит. И он милосерден, он всех прощает. Он воспринимает людей такие, какие они есть. Он сам говорит, я не хочу быть никому залогом счастья. И чтоб я сам тоже не был никому залогом счастья. Вот и все. Ну это смесь такая, да. Такой русский буддизм, если что. Милосердие – это высшее проявление силы твоей воли. Вот я так, например, думаю и так стараюсь жить. И Слушкин так живет, наверное. И Костя так живет, я знаю, Хабенский. И это попало, видимо, вот через нас в этого персонажа. Но это было и в романе. Для меня это абсолютно. Я это считал у Алексея Иванова. Но это все, как всегда, в России христианство и буддизм. Все это накладывается на наше такое укореневшее язычество. Безусловно. И все грешные. Это не значит, что он не грешник. Он грешник. Он говорит, я хочу быть святым, современным, святым в миру. Вот. Это очень странно. Это одна из тех мотиваций его, Слушкина, которые меня привлекли в этой книге. Что мне в этом хотелось разобраться. Я вообще снимаю кино не для того, чтобы высказаться или, значит, кого-то там удивить, ошарашить. Если так получается порой, то это, конечно, приятно. Но я пытаюсь разобраться в жизни сам. Я ученый. Я вот иду, снимаю кино на ощупь, иду и сам проверяю свои мысли с тем, что у меня получается в итоге на пленке. Я надеюсь, Виктор Сергеевич, вам не нужно объяснять, что вот это чистой воды уголовщина. Сильно напился. Вообще жара. Кто-нибудь видел?